Друзья, всем привет! С вами Александр, вы смотрите канал Давай Запишем. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор второй версии студийных мониторов Kali Audio LP8. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Итак, это наше второе видео, которое мы посвящаем обновлённой акустике Kali Audio. И совсем недавно вы наверняка уже видели ролик про LP6 V2. И так же, как и мы, сделали для себя какие-то выводы. В очень скорой перспективе у нас ещё выходит обзор на трёхполосные IN8 V2. Ну а сейчас давайте всё наше с вами внимание обратим на эту модернизированную двухполосную восьмёрку. Ну что ж, обновили, чуть приподняли в цене. Теперь за штучку надо отдавать порядка двадцати трёх тысяч рублей. И давайте будем искать те самые изменения, которые стоят разницы по цене в сравнении со старой версией и долгого ожидания поставок на наши прилавки. Итак, внешних изменений никаких не наблюдается, вес остался неизменным, ровно 9 килограммов так, как, собственно, и все остальные характеристики. Озвучиваю. Динамики 8,1 дюйм, мощность 60 плюс 40 ватт, частоты 37,25 тысяч при минус 10 дБ. Кроссовер по-прежнему работает на 1,8 килогерца. Если мы взглянем на заднюю панель, то там мы также не увидим ничего нового. По коммутации всё тот же полный фарш. По настройкам 8 установок граничного эквалайзера плюс дополнительная возможность прибрать, добавить 2 децибела на низкие или высокие частоты. Всё на этом. Ну а где же наши изменения? А они, как и у модели LP6V2, прячутся всего в двух, но достаточно серьёзных показателях. Первый, это увеличенный на 3 децибела максимальный уровень звукового давления, теперь это 117 децибел. И второй, снижение собственного шума на целых 12 децибел. Ну и опять же, доработанная ДСП-система, встроенная внутрь, обещает нам более детализированный звук. Ну и давайте не будем терять времени и прямо сейчас попробуем всё это протестировать. Конечно, было бы хорошо сейчас устроить наше прослушивание, имея колонки LP8 первой версии, но, к сожалению, всё раскуплено, распродано. И единственный способ нам как-то выкрутиться, это подмешать сегодняшний тест к нашему старому видео про мониторы LP8, где мы их, кстати, сравнивали с Yamaha HS8. Что ж, давайте попробуем, а после поговорим о результатах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, друзья, давайте подведём итоги. Как и в первом варианте исполнения, эти восьмёрки показали себя просто превосходно. Всё тот же мощный, собранный и детализированный звук. Более того, модернизация, о которой мы сегодня говорим, действительно пошла на пользу. Собственный шум минимизирован, и улучшенный блок ДСП заметно отрабатывает на высокой середине, делая общее звучание более ясным и читаемым. Ну и учитывая абсолютно конкурентную стоимость этих колонок, наши рекомендации, это как минимум обратить внимание на эти мониторы. Ну а уж сделать окончательный выбор, это мы оставляем за вами. Вот и всё на сегодня. Работайте на хорошем оборудовании, пишите хорошую музыку и оставайтесь в компании с нами. Всего доброго! Ну вот, как бы, да. И теперь, что, повторим, как ты думаешь? Давай повторим. Повторим, да? Чтобы, как бы, лишних вопросов никто не задавал, да? Продолжение следует...